Друзья, всем привет! Вот такое у нас доброе утро сегодня. Мы спали на заправке. Первый раз в Европе. Вчера уже просто ехали, и я уже понимаю, что я устаю. И, в общем, взяли вот так вот под навесик заехали. Здесь было все утро. Тенечек был. Ну и, в принципе, сейчас тоже там в задней части тоже тенечек. Вот этот вот ренчровер. И потом рядом здесь тоже много машин рядом с нами ночью стояли, тоже спали. Там были автодома, там есть лифт для автодомов. Там тоже люди спали. То есть в Европе это абсолютно нормально. Оказывается, если водитель устает, подъехать вот так, поспать и поехать дальше. Абсолютно бесплатно. Есть вода. Есть вода грязная. Вот там вот ноги можно помыть возле заправок краны с очень хорошим давлением. Здесь замок. Вот такой отель-замок, который мы вам вчера показывали. И там есть кафе со столиками, с зарядками, с чистейшим туалетом. Не во всех отелях даже такой чистый отель. Туалет. И здесь есть пылесос за 1 евро. Компрессор с воздухом есть. Мойка есть. Самообслуживание тоже оно немного стоит. Слив для автодомов. Там дальнобойщики спят. Заправка чистейшая. Очень чистая. И все, полностью вся эта территория освещалась. Бесплатно 0 евро. Пожалуйста. Вот таких вот вэнов. Здесь, наверное, штук 5 вчера было. Они все уехали, потому что солнце светит. И вот так вот воздух. Подходите, накрываете, можно продуть. А там можно слить. Сливать, по-моему, бесплатно. Сейчас посмотрим. А заливать нужно оплачивать. И я хотел вот где вот этот рейндж-ровер. Там люди у них не кровати, ничего. Они просто на передних сиденьях спят. Я хотел туда встать, но подумал, что будут шуметь, наверное, там или еще что-то. И поставил туда. Ну, в общем, мы выспались идеально вообще. Мы где-то в 12 уснули. Сейчас 10. Пол 11. 10 часов проспали. Вообще супер. Я даже не знал, что на заправке такое может быть. А, ну вот. В общем, короче, тут жетон. По-моему, если нажать, вода потечет бесплатно. А, один жетон 100 литров воды. А слить можно бесплатно. А заливать 100 литров. Но она не питьевая. Грязная вода. Но все равно очень круто. Я не знаю, сколько стоит жетон. В любом случае, 100 литров можно подъехать вот так набрать. Там давление сумасшедшее вообще. Вот вот эти люди тоже спали. У них видно форточки. И вот это все было вот так занято. Это специально для них. Более длинные такие места, чтобы могли вены и автодома поместиться здесь. И вот так возле нас тоже. Ну, здесь много машин было. Я ночью посмотрел. Проснулся ночью. Смотрю машины. Люди прямо в машинах просто спят. Вот видите, у них окна приоткрыты. И они просто спят там. Нормально кайфуют. А вот так, собственно, выглядит вот это место здесь. Вы даже можете со своей едой сюда прийти. Вот здесь микроволновка, зарядка, ноутбуки. Можно поработать. На некоторых заправках даже Wi-Fi есть. Друзья, вот так выглядит наш дом. У нас здесь все необходимое. Здесь вода. Это вещи в отель. Там холодильник. Ну, такая мягкая сумка, типа холодильник. Это мы все ставим вперед. Туда я ставлю свой рюкзак. Так, в общем, спереди все помещается, что у нас едет сзади. И здесь мы можем спать абсолютно спокойно. Здесь у нас два одеяла, две подушки, полотенца, огнетушители, тряпки всякие, разные бутылки, банки. Вот это столик. Мы его ставим вот так на холодильник. Холодильник туда выдвигаем. И это частично вот так открывается. То есть ее можно полностью открыть наверх до конца туда. Можно частично. Вот электропривод, прелесть электропривода, что он может открываться так, как вам надо. То есть вы его можете в любом положении зафиксировать, и он будет открыт. Холодильник можно еще сильнее выдвинуть сюда. И, в общем, все помещается. Здесь абсолютно много места. Два человека здесь спокойно спят. Я вообще как бы строил эту машину для одного. Но вдвоем здесь кайф. Можно открыть крышу, смотреть за звездами. В общем, вот так вот все здесь у нас помещается, и мы прям кайфуем. Никто нам не мешает, никто не рядом с машиной не ходит. Если кто-то паркуется, они обычно паркуются вот рядом здесь, то есть на это место. То есть рядом прям вплотную никто не припаркуется. Если есть место, они видят, что спят люди, и они паркуются подальше. Вот еще приехали. Постоянно люди приезжают, уезжают. Сюда вообще никто не ставит, потому что с утра солнце вот так туда идет. Но здесь у нас тенек. Потому что вот от этого, от навеса был тенек. И я, короче, рассчитал так, что здесь будет тенек и не будет жарко. Ну, сейчас уже 11. Конечно, со временем будет жарко. А я вообще хотел поставить вон туда, где Range Rover стоит. Но подумал, что там много машин будет ездить, и они будут шуметь. А здесь прям вообще никто не заезжает. Идеально. И от трассы далеко, и вообще очень, очень мне здесь понравилось. Я даже здесь выспался лучше, чем во вчерашнем отеле, где мы спали. Приключение по Испании продолжается. Ждет город Леон сегодня. Мы проедем через него и окажемся на побережье океана. На северном побережье Испании. И, в общем, я думаю, там не будет так жарко, как там, где мы были. Со стороны Валенсии, Барселоны. Вот, такие у них здесь дороги классные. И вообще, мы с таким удовольствием сегодня выспались. Ну, по крайней мере, я. Вот еще какой-то костелло. Здесь замки, наверное, в радиусе Кастеро-Джерис. А, по-моему, мы там были. Замки в радиусе 20-30 километров есть один замок, по крайней мере. Вот в этой части. И можно их ездить прям вообще бесконечно исследовать. И вообще, столько интересных мест в Испании, что вот то, что они дают визу там на несколько месяцев, на месяц, это, конечно же, очень мало. Вот в этом плане американцы молодцы. Они дают визу на 10 лет. Приезжай на полгода. Путешествуй сколько хочешь, смотри сколько хочешь. Но, к сожалению, в Америке нечего столько смотреть, сколько можно в Европе увидеть. И, в общем, я сегодня выспался прям очень хорошо. Порой бывает, что в отелях так не высыпаешься. Иногда надо там просыпаться, быстро вещи собирать, чекаут, выходить. А здесь лежишь, спишь, сколько тебе влезет, сколько ты хочешь, как дома. Захотел, проснулся, не захотел, дальше спишь. Не надо ни на часы смотреть, ни на будильник, никто тебе не ходит, не мешает. В отеле как бы тоже, но в отеле есть расчетный час. И в некоторых отелях надо до 10 выходить, а это значит, что надо в 9 проснуться, собрать вещи, умыться, чтобы в 10 успеть выйти. А здесь мы проспали до 11 почти. Вот, сейчас посмотрим, что там на пути. В Леон, интересно. Вот это бесплатная трасса, опять же. И вот эта заправка, которую я вам показывал, они все у них здесь такие заправки, ну, более-менее нормальные. То есть на любой заправке, по сути, я не знаю, как здесь это работает. Кто-то говорит, что нельзя спать в машине, но я видел, что многие люди спали в машине. И если вы едете, вы устали, и вы хотите спать, и вы остановились поспать, то я не думаю, что полицейский будет против того, чтобы спить. А вот это, навстречу нам тоже автодом проехал гигантский. С вопедами, с велосипедами. Ну, у них там прям все по-серьезному, конечно. Они едут прям, у них все свое ношу с собой. Конечно, они платят скоростью, платят расходом, платят проходимостью. Они везде могут проехать из-за высоты и из-за ширины. Ну, мне нравится вот так вот. Маленькая машинка, быстро сел, вещи скидал, поехал, все. Не надо тратить времени много на сборы. Мы перекидываем вещи вперед. По сути, это столько же места занимает, сколько зайти в отель, сделать чекин, и мы уже готовы спать. Максимум 15 минут, мы уже спим, все. И с каждым разом у нас, каждая наша вещь, она более свое место принимает и лежит на своем месте. И уже вот этот процесс сбора, он проходит намного быстрее. То есть, все по своим местам, и сел, и дверкой хлопнул, и поехал. Вот такие здесь у них ландшафты продолжаются. Я уже хочу куда-нибудь в леса, хочу куда-нибудь к морям, потому что мне вот эта пустыня, наши казахстанские пейзажи немного надоели. Соскучился по степи по-казахстанской, заехал в центр Испании, и все. Настальгия отпустила по родине, поехал дальше на море. 120 километров, здесь ограничение по скорости. Ну, мы едем 100-110 всегда. 120, если ехать 120, будет расход топлива больше. Вот сейчас у меня расход 6,3. Но это 6,3 из-за того, что мы по горам вчера носились. Но, в принципе, у меня как бы в Алма-Ате машина, когда пустая, не загруженная, тоже примерно такой же расход. Иногда бывает, если чисто вот где-то по трассе ехать, и если будет ландшафт вверх-вниз, вверх-вниз, то можно где-то 5,8 добиться расхода. А так, в принципе, 6,3 меня вполне устраивает. 100 километров на 6 литров, это 100 километров проезжать на где-то на 10, на 9 евро. Это абсолютно для меня допустимо. Если ехать на такси 100 километров, это будет больше 100 евро, где-то 150 евро, наверное, стоит. Ну, в зависимости от того, конечно, куда вы едете. То есть, это будет стоить где-то в 20 раз больше. Я несколько раз видел вот так вот нарисована у них палатка, заправка, палатка. И мы сейчас, короче, туда как поедем, как посмотрим. И вам покажем все. Саагун. Саагун. Пишем город Шаагун. Саагун. И, в общем, здесь есть путь, дорога до Сантьяго. Он занимает 900 километров по всей Европе. Путь Королей. Этот маршрут известен с давних времен и прославлен в книгах, в фильмах, стихотворениях. Путь духовного очищения и новых открытий своего внутреннего мира. Да, многие люди ходят прям пешком вот эти все 900 километров. Там есть маршрут, там есть места, где вы можете останавливаться. И многие русскоговорящие, даже девочки, ходят по этому пути до Сантьяго. И вот они идут 900 километров с новыми людьми, знакомятся, там встречаются, расстаются. И, в общем, вот 900 километров люди идут пешком. Там они останавливаются во всяких разных местах. Им много где помогают. В некоторых местах есть бесплатная еда, в некоторых местах есть бесплатный ночлег. И, ну, в общем, много кто вот занимается вот так, поэтому... Можно приобрести паспорт паломника, стоит 3-5 евро. Да, если будет паспорт, то есть вам будут везде там печати ставить и будут этот, ну, бесплатно кормить и пожить давать. Но самый важный документ на пути, без него вас не заселят в альберке и не продадут уже меню отель Пелегрину. Ну, как они, паломнику. Да, 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 Пелегрина это этот... Паломники. Паломники. Получается, если у вас этот паспорт есть, по сути, то вы можете, наверное, даже и на машине подъехать. Ну, не знаю, наверное, это как-то стрёмно, конечно. Скажем, кто не может съедать? Паломников объедать. Ну, там все очень бюджетно. То есть, по сути, можно по этому пути пройти и сэкономить очень много денег на жизни вообще. Решаем в город Леон. Это относительно такой крупный город тоже здесь. В Испании. Я думаю, сейчас прокатимся по центру. Если там въезд разрешен по основным ключевым достопримечательностям и поедем дальше в сторону побережья, задерживаться, скорее всего, здесь не будем. Население, наверное, где-то здесь, может, 200-300 тысяч сразу видно. Большой город, можно же еще больше. Вот, только выезжаем в Леон. Кстати, во Франции тоже есть город Леон. Я не знаю, это, наверное, Леонское королевство, царство, и оттуда все это пошло название. Город был основан на месте римских войск, где они, как ваза у них была, они добывали золото в этом регионе и продавали его еще в 29-м, кажется, году данной шея. 2000 лет назад. Вот, потом весь год отвоевали здесь. Здесь, получается, в городе Леон осталось очень мало вот этих вот римских строений, потому что город был почти стерт. То есть очень много здесь происходило военных действий, и мало что сохранилось. И почти 100 лет город был пустым. То есть оттуда, когда отвоевали у арабов, то местные жители, они как бы ушли на север, и город почти 100 лет выпустовал. Потом уже начали восстановление. Остатки древней римской стены. Там, по-моему, жилые дома. А это уже построили в эпоху реконкисты, да? Там окошко можно глядеть. Спроси, что они там выглядывают, высматривают. Смотрите, они здесь памятник манипулятору сделали. Это вот стрела такая манипулятора. И, в общем, они цилиндры зафиксировали в одном положении, и он держит кусок такого камня. И это просто вот памятник вот так вот. А там... Что за памятник? Памятник манипулятору. Крутяк. У них еще жук здесь есть. Помимо того, что манипулятор, они еще и жука сделали. Здесь, кстати, тоже Гауди построил одно здание. Мы вам сейчас его покажем. Антонио Гауди. Великий архитектор испанский. А это возле манипулятора. Это, оказывается, замок, друзья. Вот манипулятор. Там мы зашли. Римская стена. И этот замок еще и тюрьмой плюс ко всему был. Вот и жук теперь здесь живет. Муха. Это Альфонс девятый. С 1188 по 1230. Вот такой вот память. Он здесь как раз в этом регионе завоеваниями занимался. Король. Вот у них ствол дерева. И он полностью, прям полностью впритык. Все зашито, закатано в бетон, в асфальт. Нигде вообще ни грамма, даже намека нет никакого на пылиночку. Все, весь город, все, впритык, везде все закатано. Либо в плитку, либо в асфальт, либо в брусчатку. Все покрыто бетоном. Вот с этой части тоже видно римскую стену с башнями. И она вот так вот окутывает старый город. Туда уходит, и там тоже есть, где я вам сейчас показывал. Сейчас чуть-чуть туда дальше пойдем, зайдем в город. Это вот эпохи римской, римских, римской эпохи стена. Причем вот они эту стену построили одни, а потом пришли другие, начали тут достраивать, надстраивать что-то свое. И вот так вот здесь были мусульмане, были римляне, арабы были. Потом эти пришли реконквисты эти. И каждый что-то свое здесь лепил, налепливал, вот так строил, настраивал. Вот знак, мы его очень часто встречаем на полу. В этом, в Испании. И это означает, что это вот дорога, ну указатель дороги, что вот она здесь проходит, и в том числе здесь проходит. То есть она проходит вот по таким красивым местам, паломнический путь. И это указатель, что вот именно надо туда идти, и как раз вот вы увидите все на свете здесь. Только что зашли в кофейню. Но это кофейня такая, якобы кофейня на самом деле. Это целая библиотека там. А здесь тату-салон. Там кофейня, такой уголочек, все остальное, книги. Удивительное место. У них здесь понедельник потихонечку, сиеста начинается. Здесь в Лионе тоже вы не можете заехать на машине, только для резидентов. Ну, либо для тех, кто здесь проживает. И вот, собственно, вот этот вот дом, который построил Гауди. Это один из трех домов за пределами Каталонии. Вот она, римская стена, которую мы вам уже показывали. И вот, собственно, этот дом. Один из трех домов, который был построен за пределами Каталонии. Два еще где-то здесь. А там собор есть еще один. И, в общем, этот дом. Давай, 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 скажи. Этот дом был построен для бизнесмена Ботинес, твоего фамилия была. И он торговал тканями. Этот дом, это 2390 квадратных метров. У него несколько входов, которые вели к офисам, к жилым помещениям, к складам. И, в общем, это такое здание. Очень грандиозные, а очень современные технологии использовались на тот момент. Да. Ну да, красивенький домик. Здесь в месяц встроен. 1812 года, начат. Архитектура Гауди, как всегда. Сразу видно, вот здесь вот у них оградки и окна. Он не любил использовать прямые линии, поэтому все витражные вот эти вот окна, они все закругленные такие. И здесь балкончики тоже закругленные. И даже решетки, вот он как-то... Не знаю, это он делал или это так уже сделали после него. Ну да, дом красивый. Конечно же. Там надо сейчас посмотреть, сколько стоит вход. Обычно в районе 50 евро стоит. Каса Ботинес. Гауди. А, и там все, музей. И стоит вход не написано. Вот часы работы. Инстаграм есть. И вон там, наверное, написано. Ну там сейчас можно зайти, частично посмотреть. Каса Ботинес. Каса Ботинес частично можно увидеть. Здесь так приятно пахнет. Сразу музей. И вот потолки. А, и он использовал железные колонны. Что удивительно. Очень приятно пахнет. Сколько стоит вход? Там даже лифт какой-то есть. 9 евро всего лишь стоит вход. По сравнению с теми домами, которые были в Барселоне. Это все железное. Между прочим, все кованое, железное. Круто. Там, по-моему, 50 было. В евро стоил вход. А, кстати, я хотел в водофон зайти, а он закрытый. Прямо напротив. Ну, красивый дом. И, как всегда, он расположен в таком месте. Вот человек взял, инвестировал деньги когда-то в свое время в этот дом. И сейчас его какие-то потомки получают, просто билет продают за то, чтобы сюда кто-то зашел. Хотя это было обычное здание, просто какой-то бизнес-центр. Бизнесмен сказал, Гауди, ну-ка, давай построй. И он ему построил, а теперь 9 евро стоит просто туда зайти. А вот, собственно, сам Гауди. И он очень скромный вообще образ жизни вел. И он, короче говоря, его задавил там или трамвай, или еще кто-то в Барселоне, да, по-моему? Да, он шел на работу, строился в эту фамилию. И, да, и люди подумали, что это, короче, бездомный какой-то. И не повезли его сразу, не оказали ему помощь, потому что подумали, что бездомный не заплатит деньги. И из-за того, что вовремя не оказали помощь, он умер, короче говоря. На годы жизни этого человека. Ну, архитектор, конечно, гениальный был. Здесь еще дворец. Сразу, тут же, напротив. Надо пойти посмотреть, что за дворец это. Творец Де Лос Гузманс. Посмотрим, может быть, запустят. А, нет, здесь надо тоже билет покупать, либо что-то делать. Ну, зато можно посмотреть вот окрестности. Как выглядят окрестности Леона. Здесь вот озеро есть. Дороги такие красивые. Что это? Дом Гузмана. Съявляясь за штаб-квартирой депутации Леона. Можно посетить запустим шестный экскурсию. Водопады, у них горы здесь красивые. На самом деле, да, вот здесь уже начинаются красивые места, потому что мы приближаемся к морю. И вот она, эта стена, собственно, которую я вам показывал. О, мост здесь красивый есть. Избушка на курьих ножках. Вот такими делами они здесь занимаются. А вот в этом канале я купался, по-моему, сегодня. Водопады очень красивые. Рыбалка есть. О, лазить можно. 45 минут она длится. Вот время, когда это максимум 10 человек может посетить. И нужно предварительно записываться вот в какие-то определенные дни. Здесь тоже, как и во всех городах Европы, вот такие вот улочки. Узенькие прогулочные. Машины здесь не ездят. Проезд запрещен. Только гулять, кушать. Вот сюда тоже езд запрещен. Балкончики красивые. А, только вот этот вот поезд ездит. И все. Больше ничего. Ну, дом, конечно, очень красивый. Этот человек здесь живет. У него здесь подстилочка. Там у него все вещи лежат. Это он катает стульчик. И вот он ночью будет спать на этом. Видите, как все культурно. Одна из самых главных достопримечательностей города это, естественно, кафедральный собор. Здесь тоже были римские какие-то бани или еще что-то типа этого. И потом здесь и дворец, и, короче говоря, что-то строили, строили, застраивали. Ну, город небольшой такой, миленький. Самопытный. Архитектура очень красивая. Колокол стучат. Два раза. Вот я когда прихожу в такие места, туда вход платный. И смотрю, сколько они сил, денег потратили на то, чтобы показать могущество церкви. И я сейчас изучаю про инквизицию, про испанскую. Немного, конечно, не по себе, когда в таких местах находишься. В общем, друзья, в те времена, во времена Средневековья, когда это все строили, люди, в основном население, кто здесь жили, они были неграмотные. Поэтому архитекторы и, в общем, кто это все строил, они... То есть церковь, она имела очень большую власть, как и король, в принципе. И поэтому они именно это все вот в рисунках показывали, как это, что это. И, конечно, человек неграмотный, который никуда не ездит, не путешествует. Когда он приходил и видел, допустим, здесь были какие-то простые дома, или там еще в каких-то трущобах люди шили, и они видели такую помпезную церковь, то, да, конечно же, естественно, она производила впечатление. У этих соборов, у них вот эта вот роскошь и помпезность, вот эта вот величие, оно было не только с фасада, а и по бокам, с сзади здания. И это здание строили из вот такого вот песчанника, поэтому он крошится. Воды он боится. То есть, когда дождь идет, он его как бы смывает, обмывает. Думал, уже все, мы сейчас пойдем в машину, и все равно Леон прям нас не отпускает. А, это HM Hospitalis, это отель такой. Или госпиталь? Hospitalis это отель или госпиталь? Госпиталь, это больница. А, это больница такая. Капец. Вот это да. Вот такие вот печати всех королей. Причем это вот создано из нескольких камней, и единое целое получается вот так. Там, значит, продолжение этого собора. Это стена. И вот здесь вот они взяли вот так вот. Это тоже госпиталь. Прямо в этой стене сделали госпиталь. Срочная, срочная, скорая, для скорой помощи. И вот частично стена, она идет частично стена, частично здесь какие-то дома жилые, что ли. Причем видно, что дверь открывают, закрывают, и живут здесь люди. Следующая наша достопримечательность, это здесь вот водохранилище. Плотина есть там, и мост очень красивый здесь в горах. Мы уже подъезжаем к побережью. Чуть-чуть осталось. И здесь много платных дорог, но мы поехали по бесплатной, вот такой вот по серпантину, любоваться достопримечательностями и красотами Испании здесь, в этом регионе. Вот так, друзья, выглядит эта дамба. Там она вот дальше чуть. Внутри и между двух скал они в ущелье взяли, сделали дамбу. И мы чуть-чуть... Сейчас дальше туда проедем, там мы ее увидим. Здесь еще удивительно, что прям по самой этой плотине можно проехать. Прям по плотине можно проехать на машине. Туда дорога идет. И вот здесь вот, по всей видимости, то ли корабли спускали, то ли еще что-то. Железная дорога была. Там вода, конечно же, ледяная, по всей видимости. Ну, утка плавает какая-то. Значит, им не можно. Раз утка плавает. Любопытно то, что здесь, во-первых, по этой дамбе можно проехать вот так вот на машине спокойненько, спокойным образом. Вот мы едем, а внизу там, там дамба. С краешку поставим машину и пойдем поглядим. Посозерцаем. Собственно, вот этот вот бетон. И держит всю воду. Я не знаю, сколько здесь миллионов тонн воды вообще. Причем эта дамба, по-моему, не делает электричества. Она просто закрывает. Я не знаю даже зачем. Дорога проходит вот здесь справа. И там слева тоже можно проехать, наверное, по дороге. И вот там где-то через горы, через туннели проходит магистраль. И там есть красивый мост. Он является частью собственно этой магистрали. Если вы его хотите увидеть, проехать по нему, то вы должны заплатить деньги. Но я думаю, мы сейчас проедем и вам его покажем просто с краешку. Шлюзы, которые это все держат. И вот цепями они поднимают вот эту штучку. Большие вот эти две цепи. Моторы. А они поднимают это моторами все. И вода течет туда. Здесь в Испании вот на таких дорогах красивых, когда вы едете, что-то встречаете красивое, всегда будут вот такие карманы. И вы сможете на этих карманах остановиться, понаблюдать за видом. Это рыбалка. Рыбалка делать? Капецка это рыба. А, там рыбачить, наверное, можно. И это воды под контролем особого режима. Ну, понятно. Естественно. Они, скорее всего, пьют эту воду. И помимо этого, еще даже у них есть вот столы, стулья здесь такие. Столов нет, но сидушки есть. Они, конечно, здесь проваливаются чуть-чуть. Ну, потому что построены на овраге. А так, ничего, нормально. Крутяк. Там какая-то сетка. Отсюда слышно магистраль, но если вы поедете по платной дороге, она будет вот здесь, видимо, где-то туннелем проходить. И через горы. И, естественно, вы вот этой красоты все не увидите. Снежки. Вот так здесь камушки падают на дорогу. И туннели вот такие вот интересные. Людведи живут, дикие олени и дикие бараны живут. И орлы еще. Времени у нас здесь прекрасное произведение инженерии. Карлос Фернандес. Мост имени Карлоса Фернандеса. Сейчас вот мы едем, 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 едем и сейчас будет кармашек. Вот увидите. Ну, как бы он уже есть. Здесь будет прям хороший такой кармашек, чтобы люди могли остановиться, фотокарточки сделать. 700 метров в длину и вантовый мост, он держится вот на двух вот этих вот штучках бетонных. И тросы дальше натянуты. Ну, как вам я уже говорил, этот мост является частью платной автострады. И если вы хотите бесплатно сюда приехать, вы должны выбрать маршрут где-то вот с краю. объехать это водохранилище. Ну, и там вам Google сразу покажет, платно или бесплатно. Вот. Так, раньше здесь проходила дорога. Причем, это старая дорога, она вообще как новая у нас где-то в Казахстане. И мы будем ехать сейчас... Ну, мы здесь будем больше объезжать. И вот такой еще здесь мост есть. Например. А это что за? Вот они, эти медведи. А, он был вот так вот затоплен раньше. Здесь высота поднималась гораздо выше. И он прям был возле воды практически. Форель здесь живет, уток много разных. Ну, и вот старый мост. Ну, он, да, уже начал рушиться. По нему, наверное, даже проход проезд сопрещен. Отсюда прям вот видно два моста. И один старый, один новый. Ну, очень красиво. Друзья, олени, смотрите. Мы только что увидели двух маленьких оленят. Сегодня ехали и говорили, ни разу не увидели оленей. И вот они. Два маленьких оленя. Только что, короче, на дорогу нам выскочили. Где-то здесь слышно. Да, все, они уже убежали. Что они тебя ждали? Что ли было? Здесь в некоторых местах прям дорога близко-близко к нему подъезжает. К этому мосту. Там я вижу. А, мы сейчас, по-моему, еще туда поедем. Вот эти ванты или тросы, я не знаю, что это. Они держат этот мост. И они его держат очень крепко. Они чуть-чуть шатаются, но потому что там есть и очень много всяких разных машин тяжелых, но все равно круто. Вот здесь показано, рассказано, как они его строили. Сначала вот они одну половину сделали, потом другую, и потом соединились. Совместили две половины. Произведение инженерного искусства. У нас ничего даже подобного нет в Казахстане. По-моему, если я не ошибаюсь. Может быть, в Астане есть что-нибудь? Ну, в Алма-Ате точно нет. Въехали первый раз в жизни в Испании на платную магистраль. Это как раз магистраль, которая ведет со стороны этого моста. То есть, она по мосту проехала, и мы как бы сейчас заехали. 5 евро стоит, чтобы заехать. Дистанция тут должна быть 100 метров между машинами. Целая куча туннелей, и она нам сэкономит где-то около часа времени, и там примерно где-то 30 километров. Ну, 30 километров проехать это примерно по бензину также и выходит где-то 3-4 евро. Поэтому в принципе 5 евро. Ну, если мы сейчас съедем бесплатно, то будет хорошо. Если мы сейчас еще за съезд заплатим, то возможно было бы проехать нам. Какие горы красивые, поменьше стоимости. Очень красивые горы. Прям просто какие-то невероятно красивые, как будто где-то в Америке тоже такие бывают горы белые. У нас в Алма-Ате таких гор нет. Таких вот, чтобы белых, серых таких. В общем, нам в сторону побережья надо ехать примерно около 100 километров и один час это займет. Если бы мы поехали по горам, по старой дороге, по альтернативной, то там примерно 2 часа бы ехали. Въезжаем в туннель, у которого протяженность 4 километра. Я один раз в Турции ехал 17 или 15 километров в туннеле, а здесь 4 в Испании. Ну, да, естественно, здесь будет проезд 5 евро стоить как минимум по таким туннелям. 4 километра по прямой вот так, конечно, он экономит очень много и топлива экономит, и резины, и вообще вот этого нагрузки постоянно на двигатель нету вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, у гибридов здесь будет расход чуть-чуть больше, потому что по прямой гибриды не очень любят ездить. Им больше нравятся спуски, подъемы. Постоянно пишут, что дистанция должна быть сто метров. Я, конечно, это поддерживаю. Я не люблю, когда мне прямо сзади кто-то едет. И сам не люблю тоже близко ехать. Они прямо на этот акцент большой делают. Здесь виды так виды. Высота 1200 метров и по скалам уйдет автобан. Так, что здесь контроль велосипед. А, скорость надо сбрасывать. Здесь 80 можно ехать максимум. Потому что тормоза греются. Как хорошо, что мне гибрид. Я могу сейчас здесь машину охладить как следует. невероятные здесь приключения. Можно вот Б это на туалете сидит возле стола. Это остановиться можно. И там как раз сфотографироваться можно. Опять туннель. Ну этот маленький 245 метров всего лишь. 6 процентов уклон. И вот там по-моему в горах дождь идет. Очень похожа вот эта вся территория на Швейцарию. Потому что здесь просто невероятное количество зелени. Все горы. Практически все горы в зелени. И такие красивые дороги. Я не знаю здесь нужно платить за время нахождения здесь или нет. На некоторых трассах в Европе если вы заезжаете на трассу у вас идет время и вы должны по времени платить за то что вы на ней находитесь на этой трассе. по по видимости это были Кантабрийские горы. Еще здесь есть тоже такие же крутые горы. Высокие очень непроходимые. Пиренейский город на границе Испании и Франции. Мы туда с вами чуть позже поедем. но виды я видавший виды и меня прям здесь виды впечатлили. Вот здесь был съезд бесплатный можно было съехать но я думаю я съеду еще через один еще проеду 5 евро свои еще прокачу. И вот мы когда горы переехали мы оказались сейчас на территории Астурии и вот получается это на запад там остается только Галисия и все и конец и Атлантика. Ну все да нам в Атлантику как раз в океане то надо попасть Астурия здесь посадили они вот так вот деревья прям плотно плотно как будто бы стена была удивительно в общем мы съехали с этой магистрали сейчас съедем уже и дальше будем ехать по-моему бесплатно да скорее всего будем бесплатно ехать дальше не будем заезжать вот в этот Аливердо город потому что там наверное не знаю что там интересного большой город и много многоэтажек короче говоря мы планируем доехать уже до побережья сегодня ну и впрочем здесь совсем чуть-чуть осталось мы сейчас прочитали оказывается здесь рядом я не знаю где в какой стороне есть деревня Вилла Рипа и Вилла Баджа совсем рядом 40 километров я сейчас посмотрю по карте если по пути может быть даже заедем туда и сфотографируемся для вас ну здесь да побережье уже 30 километров не знаю где там это Вилла Рипа Вилла Баджа где-то вот здесь вот в центральной точке экрана но нам не совсем по пути потому что мы уходим в сторону моря и там действительно есть эти деревни они не вымышлены и в общем здесь они еще затеяли ремонт дороги и вот так он у них выглядит вообще никак строители никаким образом не пересекаются с участниками дорожного движения и это во-первых во-вторых никаких пробок вот сколько мы ездим по Испании мы ни разу не стояли в пробок это несмотря на то что сейчас сезон здесь отпусков вся Европа сюда а вот кстати можете увидеть с левой стороны вот они сначала делают арматуру и потом на эту арматуру делают бетон бетонируют и получается у них дорога железобетонная с гвоздями и поэтому поэтому она во-первых толстая и еще и плюс ко всему бетонированная с железом вот навигация говорит что здесь ремонт дороги и поэтому естественно у них такие прочные долговечные будут а у нас асфальт кладут на на снег там еще на какое-то на болото и конечно же потом это все одноразовое а вот здесь целая система у них но это магистраль это конечно же трасса по всей видимости даже она наверное платная будет но так или иначе у нас сделали платную дорогу на копчега и она уже там везде попроваливалась наклали здесь бетона насаливали железобетоном и сверху теперь у них еще и асфальт в придачу и разметочка такая это вот в одну сторону 4 полосы и в другую сторону 4 полосы почему так едем медленно посвящается едет дорога испанской но это вот участок они ремонтировали а вообще он вот такой мы приехали в город Авелес он когда-то был одним из самых грязных городов Испании и вообще даже наверное Европы и в общем сейчас 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 здесь его почистили помыли и в общем он чистый город но все равно видно что много всяких разных индустриальных здесь объектов объектов да и вон на той стороне краны стоят порт и по-моему некоторые краны просто так стоят как памятники недействующие сейчас сейчас посмотрим если получится вот здесь слева прибарковаться погуляем чуть-чуть по набережной набережная здесь рядом и центр тоже рядом исторически он не пострадал во время гражданских войн поэтому можете прийти здесь провести какое-то время торгаши так вот выглядит значит вот это мероприятие которое они здесь построили это типа выставочного комплекса такого большого прям возле набережной возле портов и задумка архитектора была построить сцену прям вот чтобы все могли любые люди бесплатно даже те кто сюда может просто прийти или даже с дороги откуда-то посмотреть то есть задумка была такого что люди с любым достатком могли наслаждаться а вот еще смотровная площадка есть туда по-моему тоже бесплатно можно подняться ну место такое не очень популярное и здесь сразу чувствуется как температура воздуха упала вечером прям такой прохладный воздух жары душноты нету и ветер дует в принципе классно потому что мы уже устали от жары ну и мы будем возвращаться туда на ту часть такие моря еще согреться успеем вот здесь смотровая башня такая с рестораном а напротив они построили мост которые просто в воздухе висит пешеходный мост ни на чем не держится вот люди идут и тут идут идут и в какой-то момент развернуться и сейчас пойдут назад на самом деле не так просто было сделать этот пешеходный переход потому что он сам по себе очень много весит и чем дальше они его туда двигали тем более сложнее было его инженерам изготовить и они его просто сделали чтобы как бы ну люди шли-шли-шли такие и типа ну не сразу туда попадали на ту сторону хотя можно было в принципе сделать сразу чтобы они туда попадали а чтобы они зашли сначала прошлись здесь посмотрели на вот это то что они там наделали на чаек посмотрели на набережную посмотрели сюда вот так зашли это все из железа сделано так сюда зашли 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 такие спа они гуляют на ту сторону и сразу туда переходят потом интересно конечно в Испании да и вообще в Европе они здесь о он качается да прям чувствуется ну потому что большой рычаг конечно будет качаться даже от ветра будет качаться поэтому они его из железа сделали просто какое-то невероятное количество рыб причем форели наверное полметра длиной если не больше никто их не ловит потому что здесь для них западня здесь река в океан впадает ну в порт туда уходит они специальный барьер поставили и вот здесь во-первых чайки уже на старте но тут такие рыбины что чайка их не сможет поднять там просто гигантские рыбины они здесь встали караулят здесь кстати тоже вот они все эти рыбы они прыгают не могут понять почему их здесь развернули и никто не ловит что самое интересное тут одну рыбу такую поймать можно неделю ее кушать прям вот возле набережной возле центра города но мост так хорошо качается здесь у них какое-то вообще невероятное количество зелени все зелено я не знаю здесь то ли дожди идут то ли еще что-то вообще ни одной сухой травинки нет и температура воздуха значительно здесь ниже по сравнению с тем побережьем и еще этот регион даже называют Швейцарской Испанией потому что прям ну просто очень много зелени испанской Швейцарии да испанской Швейцарии и мы ехали сейчас через лес там такой прям лес дремучий просто темно было даже лучики солнца не пробивались мы сейчас тут на карте увидели одно интересное место едем туда но магазины уже все закрылись в 9 часов опять еду наверное только либо в Макдональдсе либо в Бургер Кинге можно найти в такое время мы сегодня хотели остановиться в обед и что-то поленились наполнить холодильник встали мы уже съели и сливы все которые собирали все подъели свое у нас есть курица конечно рыба есть у нас целая банка большая консервированного тунца если сильно заголодаем сможем ее съесть вот такая красота зелень при зелень видимо вот эта вся влажность и прохлада не может пробиться туда через горы где мы проезжали и поэтому здесь намного больше и влаги и всего такого здесь прям кукурузные поля вот они выращивают кукурузку вот так ну очень любопытно конечно не похоже даже прям вот на Испанию вообще не похоже коровки здесь пасутся а еще мы сейчас уже увидели и вам сейчас покажем если будет такая возможность ну очень много зелени как мы ехали сейчас по пустыне Сахари и как здесь вообще вот просто заехали и даже солнце не проходит как много зелени вот это вот климат такой по мне комаров вроде бы нет но даже если они есть температура позволяет все окна двери закрыть и убить их и все вот это все кукурузу они выращивают интересно что здесь кроме кукурузы больше не растет ничего просто какое-то удивительное место я даже не могу описать насколько оно удивительное здесь во-первых океан вот волны какие посмотрите люди купаются во-вторых посмотрите какая там красота это просто что-то невероятное туда тоже можно проехать как-то я не знаю как там очень много машин но мы наверное туда не полезем потому что нам и здесь хорошо вот здесь люди уже собираются на стол накрывают а мы ничего не купили вот это все каравайнеры они приехали они будут все здесь жить вот эти вон те все будут наблюдать за закатом вот эти тоже все кто здесь есть все будут кайфовать наслаждаться вот этой красотой невероятной да такого красивого я еще пожалуй не встречал здесь в Испании да и вообще где-нибудь в Турции наверное тоже когда оказываешься в таких местах кажется что вообще нафиг никакой отель не нужен потому что здесь такая красота кристально чистый воздух и море еще мы вот так стоим на таком утесе высоком и повсюду куда ни посмотри везде красота повсюду просто невероятная красота а вот здесь вот море по-моему ушло сейчас отлив я даже не знаю хочу я купаться или нет чайки летают смотрите вот это да вот это мы нашли так нашли но океан это конечно не море чувствуется прям сразу его величие могущество и наверное это прям рай для вот тех людей которые путешествуют на кемпере на автодоме но сюда только такие проедут машины либо полноприводные либо высокие потому что там в некоторых местах дорога не очень не очень а вот здесь человек рыбачит мне кажется вон там вот в этих лужах где вода ушла океан ушел можно руками вообще рыбу поймать потому что не вся рыба же уходит просто неописума я даже не могу слов подобрать вот координаты этого места а вот это две девушки первый раз встречаю девушек которые ездят на кемпере и вот здесь тоже рядом с нами вот такие припарковались ребята серьезные на таком форде серьезно но все хорошо но по высоте если смотреть вот сравнивать мою машину и вот этот вот форт ну он практически нигде не сможет проехать по высоте где я смогу идеально чистейший пляж я наверное таких чистоплотных людей как испанцев наверное даже в Японии в Японии тоже конечно чисто но здесь прям идеальная чистота вообще они вообще мусор не бросают у них во-первых мусорки на каждом шагу стоят через каждые 5 метров во-вторых они сами по себе очень чистоплотные люди и вот такой у нас сегодня закат друзья у них здесь еще музыка сегодня посмотрите посмотрите они 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 вообще так круто это себе здесь все сделали понастелили тут же и машина у них тут же парковка вроде как-то все грубо но с другой стороны все так мило это это противоположная часть мы вот там машину поставили спать наверное мы тоже там будем а это вот часть которую я вам снимал показывала луна вот здесь вот после этого утеса но здесь у них пляжа нет зато очень красиво ресторан значит а там с той стороны просто какая-то невероятная луна сегодня по красоте а здесь вот так вот обрыв вниз просто вниз обрыв и все ничего больше интересного причем такой серьезный обрыв причем они вот здесь вот так вот ездят паркуются разворачиваются прям вообще без какого-либо страха хотя вот многие куски поотваливались например и сегодня обычный день простой ни понедельник ничего ни праздник никакой то есть я имею ввиду не выходные ничего сегодня просто обычный такой какой-то простой день и вот они здесь кипиш такой устроили круто что я могу сказать у нас сегодня во-первых луна вот такая яркая светит что вообще практически все здесь видно но камера конечно не видит многого но все равно ночью и вот так все хорошо светит а еще маяк фигачит вон там с той стороны это вот вот эти кафешки которые там внизу которые я хотел хотел там сейчас музыканты выступают все такое и прям за ними маяк вот вид у нас прям на берегу океана завтра завтра будем кайфовать утром вон там на берегу